Бензин в Магадане Магаданские предприятия не являются производителем топлива, не имеют собственных нефтяных скважин и вынуждены закупать бензин и солярку по рыночным ценам, которые регулярно ползут вверх. Из-за этого растет и розничная цена на топливо в Магадане. При этом торговая надбавка, разница между закупочной оптовой ценой и розничной стоимостью, регулируется государством и контролируется прокуратурой, антимонопольной службой и многими другими надзорными инстанциями. Со слов представителей Колыма нефтепродукт, Магаданская область единственный в России регион с государственным регулированием ценообразования на топливо. Чтобы узнать, как относится повышение цены на бензин на магаданских водителей, съемочная группа вечернего Магадана выехала на одну из заправочных станций областного центра и обратилась к автолюбителям с вопросом, станете ли вы теперь экономить и меньше ездить? Нет, не буду. Да, слышал, меньше ездить никак не могу, надо же поработать, даже друзья. Нет, конечно. Ну, заметили сегодня, мне вот сегодня скинули, как бы недоволен этим, но меньше ездить не стану, так-так на малолитражке езжу. Нет, не будем, потому что, ну, не получится меньше ездить. Понадобно всегда буду ездить, экономить. Около 60 школьников поучаствовали в акции спасательной службы. В кинотеатре «Горняк» для школьников-работники МЧС провели инструктаж о правилах действия в чрезвычайной ситуации. Мероприятие прошло в рамках акции «Законы подросток». Специалисты показали учащимся ролики о том, как необходимо действовать в экстренном случае. Также эксперты показали работу спасательных служб в 2013 году в Приморье во время затопления. Мы покажем каждый кинотеатр, мы немножечко покажем вам о работе спасательных служб. Это будет сюжет с места событий Приморского края. Может быть, помните, в 2013 году Приморье очень сильно подверглось затоплению. Наши пожарные спасатели практически целый месяц помогали жителям Приморского края справляться с этой бедой, трагедией. После мероприятия в кинотеатре специалисты сымитировали чрезвычайную ситуацию. Для учащихся эксперты организовали демонстративное задымление в зале. Таким образом, работники спасательной службы провели обучение для ребят о том, как надо действовать в экстренной ситуации. Специалисты пожарной службы показали спасение человека из-за дымления. Сотрудники спасательной службы отметили, что школьники заранее не предупреждались о репетиции. Это было для ребят неожиданно, но отреагировали они на тревогу слаженно, быстро и организованно освободили помещение. Такое мероприятие для учащихся проводится более 10 лет. Эксперты отметили, что акция проходит максимально реалистично, чтобы показать ребятам, как следует действовать в экстренной ситуации. Началась регистрация участников на пятый всероссийский полумарафон «Забег». Он пройдет в Магадане 30 мая. Спортивный фестиваль объединит 85 городов по всей стране и соберет более 150 тысяч любителей спорта. Магадан также вошел в список городов-участников и поборется за звание беговой столицы России. Полумарафон пройдет по трем дистанциям – 1 км 5 и 21 км 100 метров. Стартовая точка магаданского «Забега» определена на втором километре основной трассы возле автозаправки «Тасмар». Инициатором проведения и руководителем организационного комитета полумарафона в Магаданской области выступает депутат Магаданской городской думы Антон Басанский. При его содействии первые тысячи участников «Забега» из Магаданской области могут зарегистрироваться совершенно бесплатно. Участникам будет необходимо оплатить только страховку. Самое главное событие – это полумарафон. Это 21,1 км. Главный приз – это выигрыш 100 тысяч рублей. Это за первое место, 50 тысяч рублей за второе и 30 непосредственно за третье. Ну а также непосредственно всех участников «Забега» будут ждать другие призы, поощрительные призы и памятные медали всем участникам «Забега». На Магаданской площади будет располагаться и главная фан-зона. Еще три места для болельщиков организаторы разместят по основной трассе «Забега». Поучаствовать в полумарафоне может любой желающий, но на дистанции 5,21 и 1 км есть возрастное ограничение. Там допускается бежать магаданцам в возрасте от 16 лет. Количество участников спортивного фестиваля не ограничено. Чем больше людей примет участие, тем больше вероятности того, что Магадан примет участие в конкурсе «Столица забега РФ» на 2022 год. Уважаемые магаданцы, 30 мая Всероссийский полумарафон «Забег РФ». Магадан участвует, Магадан бежит. Для участия в спортивном состязании необходимо обязательно иметь медицинский допуск. Его можно получить у терапевта в поликлинике или центре спортивной подготовки. Зарегистрироваться на соревнованиях можно на сайте «Забег РФ». Студенты высших и средних учебных заведений смогут попробовать себя в роли мэра Магадана и его заместителя. В областном центре началась подготовка к ежегодной акции «День дублера». Проходить она будет в несколько этапов – подготовительной, основной и завершающей. В начале мероприятие анонсируют в техникумах и университете. Основная задача проекта – познакомить молодежь с деятельностью органов местного самоуправления. Потом – отбор участников. Презентация проектов студентов, направленных на улучшение нашего родного города. Это абсолютно могут быть любые проекты, связанные с художественной деятельностью, спортивной, экономической, строительной – все что угодно. Единственное условие – это должен быть формат мини-презентации. То есть мы планируем, что студенты в максимально сжатой и краткой форме, буквально в течение одной минуты, должны презентовать свой проект и рассказать о нем. Из всех участников отберут около 10 человек, которые пройдут в следующие этапы. Для них проведут лекции, специальные тренинги на командообразование, развитие управленческих навыков, проектную деятельность. После – главное состязание – сам день дублера. Организаторы планируют, что оно займет несколько дней. Дублеры будут каждый замещать и сопровождать в ходе рабочего дня деятельность одного из руководителей структурных подразделений мэрии, заместителей мэра и один из дублеров, кто лучше всего себя проявит в рамках отборочного этапа, будет сопровождать в течение рабочего дня главу мэра муниципального образования города Магадан. В дальнейшем дублеров планируют привлекать к организованным мэриям мероприятия, например, координационному совету. Отборочный этап дня дублера начнется уже в апреле. Сам проект продлится до ноября. Тогда и подведут итоги. Кроме того, организаторы планируют провести пресс-конференцию с участниками, где дублеры смогут поделиться полученным опытом. Как вернуть средства пенсионных накоплений? Если колымчанин обнаружил, что его средства перевели в негосударственный пенсионный фонд без согласия, нужно обратиться с претензией в данный НПФ. Текст претензии можно составить в свободной форме. Организация должна проинформировать человека, на каком основании осуществили перевод. НПФ в обязательном порядке должен располагать оригиналом договора с подписью гражданина о переводе средств. Если в документе стоит чужая подпись, необходимо обратиться в суд с исковым заявлением о признании договора недействительным. Вернуть свои деньги без обращения в суд можно только на основании соответствующего заявления, поданного гражданином не позднее 1 декабря текущего года в территориальный орган ПФР по месту жительства. При этом существует риск потери части инвестдоходов от пенсионных накоплений. Переводить пенсионные накопления без потери инвестиционного дохода возможно не чаще, чем один раз в пять лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok